Второе, братья, о чем бы хотелось поговорить, это поговорить о следах милости Всевышнего Аллаха. Поистине следы и признаки милости Аллаха настолько ясны, что не нуждаются в указании на них. Их так много, что невозможно их посчитать. Всевышний Аллах говорит в Коране. Их так много, что невозможно их посчитать. Их так много, которые плывут по морям по его воле, подчинил вам реки, подчинил вам солнце и луну, непрестанно движущиеся по своим орбитам, подчинил вам ночь и день. Он даровал вам все, о чем вы просили. И если вы станете считать милость Аллаха, то не сможете сосчитать ее. Воистину человек несправедлив и неблагодарен. Все, что дает нам Аллах, братья, является его милостью. И это признает каждый, кто обладает здравым разумом и здравым сердцем и отрицает это только неверующий и несправедливый. И вообще, братья, это даже не нуждается в доводах. Как сказал один из арабских поэтов, Как можно считать здравым разум того, кто утверждает, что день нуждается в доводе? То есть, представьте, днем человеку говорит, что сейчас день, он говорит, приведи мне, Дали. Что сейчас день? С этим человеком как разговаривать? Давайте, братья, поговорим о некоторых из следов милости Всевышнего Аллаха Спанаталия ради примера. Первое. Одной из милости Всевышнего Аллаха Спанаталия является создание человека. Из милости Аллаха то, что он создал человека практически из ничего. Придал ему форму, дал ему зрение, дал ему слух, дал ему сердце, дал ему разум. И все это было сделано из пыли. Какое достоинство больше этого? Какая милость может быть после этого, как Аллах, взяв немного глины и пыли, создает человека, обладающего разумом, имеющего чувство, который верит и затем заходит в рай? Причисто Аллах и вся хвала ему. Всевышний говорит в Коране Ар-Рахман. Аллямаль Кур'ан, халякаль инсан, аллямахуль баян. Милостивый Ар-Рахман. Научил Кур'ану, создал человека и научил его изъясняться. Второе барак лауфикум из следов милости Всевышнего Аллаха, пророчества и послания посланников. Все это является милостью. Пророчества и неспосланные знамения, названные милостью, как на это указывают слова Всевышнего Аллаха, где он рассказывает о своем пророке Нухе, что он сказал своему народу, Он сказал, о мой народ, а что если я опираюсь на доказательство от моего Господа? И он даровал мне милость от себя. Ибн Кафир, да смеются над ним, Аллах сказал об этом аяте. То есть я опираюсь на то, в чем нет сомнения, на нечто ясное. И правдивое пророчество – это великая милость Аллаха, которой дарит Аллах. Третье, братья, из следов милости Всевышнего, послание нашего пророка, саллаху алейхи вассалям. Всевышний Аллах, субхан талли, сказал о нашем пророке. Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам. Абу Гурайра, радуя Аллаху алейхи вассалям, сказал, что я не был послан проклинающим, я был послан милостью. Также, братья, из милости Всевышнего, Аллах, субхан талли, не с послания Кур'ана. Всевышний Аллах, субхан талли, сказал, Мы не спослали тебе писание для разъяснения всякой вещи, как руководство к прямому пути, милость и благую весть для мусульман. Пятое, братья, из следов милости то, что он сделал у нас мусульманами, за что мы, баракалуфикум, благодарим его, субхан талли, и возносим его хвалу. Он сказал, Скажи, это милость и милосердие Аллаха, пусть они возрадуются этому, ибо это лучше того, что они накапливают. То есть, то, что мы мусульмане, это лучше всего того мирского, что мы копим. Ибн Кафир говорит, то, или тому, с чем пришел он к ним из прямого пути истинной религии, пусть они радуются этому, так как это больше всего, что достойно радости. И, как сказали ученые, это единственное место в Куране, где Всевышний Аллах приказал радоваться. Шестое, братья, из следов милости Всевышнего зов Всевышнего в третью часть ночи, чтобы проявить милость своим рабам. Абу Гурай, рада будет довольным Аллах, говорил, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, Всевышний Господь, благодатен он и велик, каждую ночь нисходит на первое небо, когда остается последняя треть ночи, и говорит, кто взывает ко мне, я отвечу ему. Кто просит у меня, я дам ему, кто просит о прощении у меня, я прощу ему. В другой версии говорится, кто тот, что он говорит, кто тот, кто просит у меня средства к существованию, я наделю его имя. Кто просит у меня избавления от трудностей, я избавлю его от них. И все это пока не наступит утро, то есть Всевышний обращается к нам с такими словами. В другой версии говорится, Аллах снисходит каждую ночь на первое небо, когда проходит первая треть ночи и говорит, я царь, я царь, кто взывает ко мне. Если какой-нибудь президент, братья, страны пошлет тебе кого-то сообщением, что он придет к тебе для того, чтобы исполнить то, что ты хочешь от него. Разве это не заставит тебя любить его и желать встречи с ним? Разве ты заснешь в эту ночь? Он скажет, я в третью часть ночи приду, и все, что попросит, все тебя дам. Разве ты забудешь о времени встречи с ним? Разве ты проспишь? И со стороны, и это все со стороны слабого человека, будь он даже президент, он всего лишь человек, который не владеет ни для себя, ни для кого-то что-то полезное или не может предотвратить вред. Кроме того, что пожелает Аллаху Супана Аталия. А что сказать тогда Господи Миров Субхану Аталию? И следов милости Всевышнего Аллаха Супана Аталия, его приближение к его созданиям. Всевышний Аллах Супана Аталия приближается к своим созданиям, несмотря на то, что он не нуждается в них. Он делает то, за что его рабы начинают любить. Несмотря на то, что они не могут принести ему ни пользы, ни причинить вреда. Однако все это всего лишь его милость, проявление милости с его стороны, благодеяния и щедрости. Посмотрите на этот хадис, о котором ученые говорят, что от него разрывается сердце и слезятся глаза. Абу Хуайра, рады Аллаху Анху, сказал, что пророк Саллаху Алиссалям сказал, говорит Всевышний Аллах, если раб приближается ко мне на пять, я приближаюсь к нему на локоть. Если приближается ко мне на локоть, я приближаюсь к нему на сажи. Субханаллах, братья, кто к кому приближается, кто к кому бежит. Создатель приближается к созданию, владыка бежит к бедным рабам. Кто может быть милостивый, кто может быть щедрей. Восьмое, братья, то, что Всевышний Аллах Субханаталью упоминает своих праведных рабов. Анас, да будет довольным, Аллах рассказывал, что пророк Саллаху Алиссалям сказал, говорит Аллах, о сын Адама, если ты вспомнишь обо мне в своей душе, то я вспомню о тебе в своей. Если ты вспомнишь обо мне при обществе, то я упомяну твое имя при обществе ангелов. Или в обществе лучше твоего общества. Если ты приближишься ко мне на пять, я приближусь к тебе на локоть. Если ты приближишься ко мне на локоть, я приближусь к тебе на сажень. Если ты будешь идти ко мне, я побегу к тебе. Дорогие братья, можете ли вы представить, что Всевышний Аллах Субханаталь вспоминает об одном из вас? Можете ли ты, ах, и представить, как он упоминает твое имя? Да, братья, именно упоминает твое имя в верхнем обществе у ангелов. Что может быть высшей почетом? Об этом может знать только тот, кто познал своего Господа и полюбил его. Посмотрите на одного из этих людей, это Убаевну Капс, подвижник пророка, салаллаху алейхи салям. Он узнал о том, что Всевышний Аллах упомянул его имя, и он расплакался от радости и любви к самому милостивому Аллаху Субханаталь. Анас, да будет довольным Аллах, рассказывал о том, что однажды посланник Аллах, салаллаху алейхи салям, сказал Убаевну Капу, «Поистине Аллах приказал мне, чтобы я прочитал тебе «Лямьякуни лявина кафарумин аль-китаб», то есть Суру Багина. Тогда Кап спросил, «Аллах назвал тебе мое имя?» Проксал сам сказал, да, и Кап расплакался. Яхъебну Муаза, один из праведных предшественников, говорил, «О невежда, о небрежный, если бы ты слышал звук пера, который пишет твое имя, когда ты вспоминаешь имя Господа твоего, то ты умер бы же от желания встретиться с Ним. Неудивительны слова вспоминайте обо мне в Аткуруне, а удивительно – Аткурку, я вспомню о вас. Неудивительно, когда слабый вспоминает сильного, или бедный богатого, или униженный великого, а удивительно, когда сильный вспоминает слабого, богатый бедного, великий униженного». Девятое. Из следов милости Всевышнего Аллаха Панаталя. Терпеливое перенесение обид Аллахом со стороны его созданий. Кто снисходительнее Всевышнего? Кто милостивее? Кто щедрее? Он, Субханаху Аталя, создает, а поклоняется другому. Он, Субханаху Аталя, дает удел, а благодаря других. Его добро не сходит к созданиям, а их зло поднимается к нему. Зло тех, кто приписывает ему ребенка и подобных им. И он терпит их поношение и дает им средства к существованию. Может быть, эта щедрость дойдет до чистых разумов, понимающих сердец, благих душ, здравого естества, и они очнутся, оставят свои заблуждения, познают своего Господа и начнут поглоняться ему одному, Субханаху Аталя, любить только одного его. Передают со слов Абу Мусы, что Пророк сказал, что нет никого, кто, слыша нечто обидное, проявлял бы больше терпения, чем Аллах. Люди утверждают, что у него есть ребенок, а он исцеляет их, да и дарует ему дел. И это милость Аллаха к тем, кто предает ему сотоварищи, братья. А что сказать о его милости к тем, кто поклоняется ему одному, Субханаху Аталя, любит его, любит его посланника и усердствует на его пути.